Всем привет народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой же спай канал и давайте вместе с вами заценим ранее доступную стратегию под названием Dyson Sphere Program. Что же это за игра и почему я решил по ней записать видео? Ну потому что меня привлекли скриншоты, она мне очень напомнила небезызвестную и популярную довольно в узких кургах игру Факторио. То есть мы здесь будем играть за некого космического инженера и наша задача довольно проста, нам нужно создавать автоматизированные заводы, цепочки производства для того, чтобы выкачивать ресурсы с различных планет и для того, чтобы мы создали, ну благодаря этим ресурсам нам нужно создать такую, так сказать, сферу Dyson, которая вот здесь у нас в главной менюшке маячит на экране. Собственно, эта сфера должна быть вокруг какой-то звезды и задача этой сферы выкачивать энергию из этой звезды, то есть поглощать энергию и преобразовать ее в привычную людям электроэнергию, грубо говоря. Собственно, благодаря этой энергии человечество должно типа выжить, потому что сейчас находится в неком упадке, да, в кризисе и нам нужно помочь этому человечеству, грубо говоря. А в игру еще я не играл, так что это мои первые впечатления, но еще один малый такой, знаете, ну примечательный факт. Игру создали китайцы, собственно, она сейчас в раннем доступе в стиме и была создана китайцами. На самом деле китайцы в последнее время очень сильно по части геймдева удивляют, то они сделали довольно популярную и хайповую Genshin Impact, в которой я, кстати, периодически поигрываю и даже стримил, было дело на канале и записи стримов по Genshin. То они внезапно заделали прикольный мод для третьего Red Alert под названием Corona, который, кстати, еще не вышел, но вот в 21-м году должен все-таки объявиться и дать нам простым смертным в него поиграть. Короче, китайцы в последнее время удивляют, то вы, может быть, слышали про какой-то проект Китая, AAA, что-то в стиле, опять же, игр Dark Souls, там тоже довольно клево было. Так что посмотрим, чем эта игра нас удивит. Как я сказал, в последнее время китайцы реально удивляют. Так, ну что, новая игра, поехали. Так, мы летим на корабле. Выглядит все довольно офигенно. Что делать? Добро пожаловать в настоящую вселенную. Она не такая уж и похожа на нашу родную. Но вы должны быстро адаптироваться. Я ваш советник и помогу вам выполнить эту миссию. Окей. Блин, а выглядит офигенно. Блин, а не опасно ли так близко к звезде лететь? Нет? Нас не засосет ее гравитацией? Нет? Она же вроде как... Ну, хотя, блин, это же другая галактика, она что-то здесь нормально. Так, все это ваше. Так как вы являетесь первопроходцем в компании Космо, и должны участвовать в компании под названием Dyson Sphere Program. Вы будете продвигаться шаг за шагом, используя все ресурсы, которые вы найдете в округе, чтобы создать сферу Дайсона и благодаря нее выработать энергию, которая нужна нашей родной земле. Типа, летите теперь на эту планету. А мы сами управляем? А, мы можем управлять кораблем! Офигеть! Блин, подожди, это точно стратегия? Или это игра типа фрилансера? Или... Игра типа... Как это, блин, правильно называлось, господи, игра? А... Galaxy Unfire 2? Или как вот недавно вышла Everspace? А мы это... Летим к планете, а мы не разобьемся случаем, нет? Окей, вот мы на планетке. А мы можем от планеток к планете летать? И на каждой планете какие-то свои цепочки производства делать? Бля, как круто! Блин, давайте как в спорт цивилизации заради. Будут тут какие-то кракозябры бегать, друг друга мочить, жрать. И потом в космос полетят. Гроксов мутузить. А, корабль это наша типа как Маздершип, наша база, да, главное? Окей. Блин, выглядит игра офигенно! Знаете, напоминает мне Плентеры Annihilation Titans. Так, это Икарус. Мека с большим функциональностью. Вы можете использовать... А, я могу им ходить. Ляка круто! Или я могу правой кнопкой мышки говорить? О, давайте как в стратежках играть. Хорошо. Так, бэкграунд. Вот из Dyson Sphere. Давайте бэкграунд. Ой-ой-ой, много текста, ребята, я не буду читать. На паузе, кому интересно, почитайте. Что такое сфера Дайсона? Так, ага. Мы можем... Подожди, стоп! В смысле? Мы же на ней прилетели. Логично, что мы с ней улетим. Зачем ее убирать? А, мы и траву можем собирать, и камушек. Ага, я понял. Через шифт можно давать разные команды. Камушек, камушек, деревце, камушек. А, подожди, подожди, подожди. Нет, все правильно, собираю ресурсы, я просто случайно нажал. А, подожди, камера вокруг меня получится, да? Так, ей инвентарь, хорошо. Блин, прикольно, это реально факторио, парни. Черт подери, это факторка. Ну, по большому-то счету. То есть мы управляем персонажем тоже, да, вот ходим им. Классно. Так, вот средняя кнопка мышки, камера. Да, я разобрался. Блин, нахерена игра? Я на самом деле, ну, подразумевал, что игра офигенная, но что-то настолько. Да, я знаю, можно типа зум-ин, зум-аут, это понятно. Так, тут еще какие-то ресурсы есть, что это такое? Уголь. Уголь, железо, капец тут ресов, дофига всего. А что надо сделать? Что там, какая сейчас миссия? Ну, наверное, ресов пособирать, так подозреваю. Так, мы пока ничего строить не можем, ни энергию, ни собирательство, ни логистика, ничего. У нас энергия, кстати, заканчивается, на секундочку. Блин, а чего энергию добывать? Сейчас будем полено, дровишки в меху закидывать, как старое доброе. Ага, надо технологии открыть. Хорошо. Dyson Sphere Program, электромагнетизм. Давай, активируем. Use Inventory System. Хорошо, сейчас разберемся. Use Inventory System. И чего? Так, можно я это позакрываю, пожалуйста, мешать немножко. Так. Мы это исследуем. Это, типа, электроэнергии сможем давать. Нам нужны магнетические кольца. Для магнетических колец... Нам нужны такие вещи, как какие-то кольца. И, наверное, нам нужно, типа, что-то... Сейчас энергия закончится, и мы сольемся. Stone ore, stone ore. Это камушек. А есть ли, типа, тут медяхи или чё-чё-чё? О, есть, есть, есть. Коппер. Медь нам нужна. Блин, это, по сути, фактория. Уголь, железо, медь. А нефть тут есть? Блин, разработчики реально факторией вдохновлялись очень сильно. Так, а крафтинг у нас есть какой-то или нет? А вот кольца есть у нас, магнит. И... Коппер Ингет у нас есть. Репликатор. Так, подожди, давай постоим. А, он пополняет сам. Я понял, подожди. Мехопанелька тут есть. Ага, ля, тут много всего. Ля, какая классная игра на самом-то деле. Так, инвентарь, это репликатор. Так, репликатор, компоненты, постройки. Так, я могу сделать... О, всё, вот я понял, где создавать эти вещи. Так, мне сколько было для этого дела? Десять штучек, десять колец нам надо. Давайте создадим десять колец. А какая кнопка горячая? F, репликатор на F. Хорошо, запомнили. Так, давайте, десять штук заделаем сразу. Репликейт, поехали. Блин, круто! Это, по сути, фактория, но в 3D. И даже не та игра, которая была, как она называлась? Satisfactory. А это именно, ну вот, прям, факторио. Офигеть. Так, энергию надо как-то пополнить. Я не знаю, как это делается, но думаю, мы разберёмся. Так, магнетическая... Блин, я случайно 20 штук создал. Ну ладно. А исследование как нам заделать? Вот, магнетические кольца у нас есть. Lack of research items. Так, как это lack of research items? А это что? 20 штук у меня их есть. В смысле? Нехватка. Так. Термальная энергия. Капец тут ветка исследований, моё почтение. А вот и Dyson Program, да? То есть нам надо исследовать, получается, всё, чтобы потом в конце заделать вот эту, собственно, сферу. Так, что тебе надо? Как мне потратить сюда ресурсы? Апгриды. Ёкарны налево! Господи! Эта игра точно в раннем доступе? Мехапанель button. Fuel chamber. А, то есть я могу реально... Что, реально дрова можно закидывать? Ля, я же говорил, что я буду по старинке дровишки закидывать. Эх, хе-хе-хе. Plant fuel, кстати, есть. Ага. Нет, давай дровишки назад. Давай лучше вот растения какие-то закинем, пусть он пополняет там электроэнергию. Так, ещё раз. У нас есть технологическое древо. Вот. Use inventory system. А, всё. Надо было нажать сюда, типа, чтобы мы... То есть, короче говоря, игра от нас требует, типа, брать исследование из какой-то фабрики, которую мы, по идее, можем построить. Или из инвентаря. Я говорю, давай из инвентаря. Фабрики у нас пока нет. Хорошо, я понял. Блин, офигенно. Реально офигенно. Мне нравится. Я уже вот кайфую от игры. Потому что это, по сути, факторио. Так, электромагнетизм исследован. Хорошо, мы теперь можем делать электроэнергию. Это ветровая электроэнергия, да? Ветряная турбина Тесла. Тесла-башня? Она из чего берёт энергии? Непонятно. Наверное, она просто перенаправляет энергию. И майнин машин. О, хорошо. Это машина, которая будет собирать ресурсы. Так, бюлд майнин машин. Ага. Круто. А, нам сразу дали. Давай тогда мы потихонечку будем добывать ресурсы. Наверное, железо. Хотя уголь вот, кстати, можно использовать. А как её вращать? А, хорошо. А, наверное, ротейт. Хорошо. Так, нам надо максимальное количество взять уруды, чтобы она добывала. Вот, отличное место. Всё, поехали. Отлично. Нет электроэнергии. Понимаю. Так, ну сейчас мы заделаем. У нас тут ветряная турбина есть. Ветряная турбина отлично подходит рядом с водными массивами, насколько я помню. Давай заделаем её здесь. Отлично. Так, она энергию даёт. А, я не то заделал. Блин, а можно я как-то её снести? Я случайно. Вот, снесите её, пожалуйста. Я не то сделал. Надо бы сначала ветряную турбину заделать. Вот, она будет добавить нам электроэнергию. Хорошо. Для этого нам нужны ресурсы. Я не знаю, нам их, по идее, хватает. Так, и сюда давай подключим. Всё, понеслась. Мача по трубам, ребят. Ее, у нас есть электроэнергия. У нас есть заводы. Понеслась, родненькая. Так, я, наверное, сейчас сделаю тут тоже майнин машин. Так. Not enough resources. Хорошо, нам нужна медяха, по идее, да? Хотя нет, могу запродюсить. А, всё, есть. Могу продюсить. Хорошо. Сейчас будет заводик. Мы построим ещё один завод. Хорошо, завод есть. Давай, куда-нибудь сюда. О, отлично. Вот это место просто великолепное. Так, затем нам надо турбины надевать ещё. Эээ, Тесла Тауэр. Тесла Тауэр. Не хватает. А, у нас не хватает их. Не, ну я понимаю, что их не хватает. Но мне они нужны. Давай, раз, два, например. Турбину тоже. Раз, два. Надо, короче, репликатором пользоваться по КД просто. Эти бы репликатором. Так, тут. А, могу копировать. Да, как круто. Так, ещё разочек. А, типа мне он говорит, забери, пожалуйста, ресурсы. Хорошо. А есть где-то место, где мы их можем складировать? Потому что это будет печально, если мы не можем их складировать. Очень печально. Так, винтурбин. Давай здесь её заделаем. И сюда, Тесла Башни, проведём электроэнергию. Нормально. Отлично. Всё, пошёл майнинг ресурсов. Причём мы можем уголёк забирать и закидывать его к нам в меху, в топливо, да? Так, что мы ещё можем исследовать? Давайте глянем. Электромагнетическая матрица. Нифига непонятно, зачем она нужна. Ну, хорошо. Так, лаборатория матрицы. А, исследовать технологии позволит? Хорошо. Автоматическая металлургия. Это, наверное, мы сможем более классные вещи создавать. Basic assembly process. Так, что эта штука даёт? Assembly machine. Ммм. Более улучшенные продукты будем создавать. Так, термальная энергия. Хорошо. Fluid storage. Вода. Так, танки можно делать. Я, правда, не понимаю, зачем. Водяная помпа. Пока что помпа нам не нужна, но, наверное, пригодится потом. Так, high efficiency plasma control. Wireless power. О, беспроводная энергия. Охренеть. Электромагнетический двигатель. Механические операции какие-то позволить делать. Клёво. А интересно, тут будут какие-то, типа, пришельцы, нет? Логистическая система. О, конвейеры, босс. Славьте бога, конвейерного. Наконец-то. Это, наверное, сундучки. Отлично. А это... Сортировщик. А, это, короче говоря, рычаг. Всё, вот эта штука исследуемая. Так, using inventory system. Поехали. Понимаю, что это за штука такая. Сколько там надо? Десять штук? Давай, produce. Десять. Понеслась. Всё, я понял. Это, короче, конвейера, как факторио. Эти рычаги, как факторио. Всё понятно мне. Мне всё понятно. Так, забираем резы отсюда. Отсюда тоже резы забираем, потому что мне надо... Там, на Е... О, не, не, не. На С, на С вроде было, да? Давай уголька сюда закинем. Пополняем топляк. Ух, как... Как старые добрые времена. Дерево и уголь. Понеслась. Блин, нахерена играл? В ней будет мультиплеер или нет? Мне очень интересно. Охренеть. Как хочу в этой игре мультиплеер. Это же будет круто. Так, подожди. Не, переработай ресурсы. Это просто офигенно будет. Так, инвентарь. Что у нас ещё не хватает? Ассемблер. Так, нам не хватает микросхем. Микросхемы делаются из железа и медяхи. Есть у нас и то, и другое. Отлично. Создаём. Всё, делаем в руках. Так, ну блин, это прям кайфово. Правда, нам сейчас негде хранить пока что наши ресурсики. Сейчас мы заделаем всё, что нужно, и будет круто. Так, создаётся, создаётся дело. Я думал... Так, и там ещё дофига ресурсов. Короче, на этой планете ресурсов просто хоть жопой жуй. Иди чисто собирай. Камушек везде валяется, можно его пособирать. Правда, не знаю, зачем вам пока что камушек. Потому что факторка и камушек нужен был для одной простой цели. Он нужен был нам для создания печей первостепенных. Здесь он нам нужен зачем, я не знаю. Так, всё, пошла. Пошёл процесс исследования. Отлично. Блин, офигенная игра на самом-то деле. Так, давай-ка железку мне сюда. Уголёк тоже сюда. Да, я всё ещё пополняю себя углём. Отлично, углём можно запитать себя. Блин, казалось бы, у нас высокотехнологичная меха. А мы запитываем всё углём. Класс. Так, ресёрч-белт есть. Хорошо. Конвейера. А... Да. А у нас смелтеры есть? Подожди. А, типа, у меня только три штучки по созданию, да? Три робота. Хорошо. А как он работает? А как он работает правильно? Мне вот интересно. Да, вот хочу сделать сундук. Вот фигня. Надо её подключить по электроэнергии. Сейчас подключим, не проблема. А как её правильно заделать? Подожди. Вот у нас есть распределитель, да? То есть он сюда будет закинуть ресурс. Подожди. Нам, наверное, надо было сначала сделать по-другому всё. Я неправильно делаю. Нам надо, наверное, сделать так, чтобы он отсюда, вот, ресурсы сюда забирал. Отсюда он их забирать будет. Да? Нет? Так, а ну-ка, давай посмотрим. А, надо прям завод выбрать. Подожди. Выход получается здесь. Ё-моё, как же это всё интересно. И непонятно одновременно. Ну, хорошо. Будем разбираться. Потому что Фактория, она работала, ну, абсолютно по-разному. Давай вот сюда проведём. Всё, поехали. Конвейер создавай. Хорошо. Фактория просто это работала по-другому. Поэтому я ж... Человек, который играл Факторию, я сейчас ориентируюсь именно на неё, в первую очередь. Потому что это игра, ну, по сути, Фактория. Во, понеслась. Металл. Ля, как поехал по конвейерам. Теперь надо его куда-то перенаправить. Сортировщик. From Convair Belts into Facilities or Between Facilities. Can and stuff. А как Storage работает? Ну, например, я хочу сюда... А, то есть, Storage, он у нас тоже, да? К ним можно подвести... Он здоровенный, не как маленький сундучок. Хорошо, я понял. То есть, можно туда будет подвести конвейерную ленту, да, получается? Да. Нет, так это не работает. Так это не работает. Если я сделаю это вот... А, всё, я вижу. Хорошо, вот так вот можно сделать. Блин, на самом деле, это немножко не так работает, как Фактория. Ну, опять же, да, потому что раз до игры, естественно, логично. Ну, а теперь я понял, что это такое. Всё, отлично. То есть, теперь у нас тут будут копиться ресурсы. Замечательно. Ля, как разобрались мы быстро, блин. Но если бы я не играл в Факторию, мне кажется, было бы мне немножко тяжелее в этом деле разобраться. Но так вполне себе нормально. Так, уголёк у нас тоже есть. Давай заберём его, пусть работает. Так, что нам теперь надо исследовать? Давайте-ка посмотрим. Логистика есть? Улучшенная логистика пока что в этом смысле нет. Там, наверное, будет больше сплиттеры там есть. И нам нужны электромагниты. А, матрицы нам нужны. Апгрейды сделаны. Хорошо, что за апгрейды? Universe Exploration. Ага, можно разные планеты, получится, исследовать? Офигеть. Так, Меха-кор. О, это надо. Больше энергии. Не то, чтобы у меня сейчас был недостаток энергии, но тем не менее, да? Как-то такое себе дело. Так, надо 10-10. Подожди, а там у нас просто металл, да? То есть у нас надо его сейчас обработать. Давай, не знаю, там штучек 20 заделаем. А, не могу, давай 10-10-10-10. Этих тоже давай, не знаю, там. Блин, не могу сразу душе нажать. Этих тоже давай 8. У нас медяхи не хватает. Всё, давайте медяху собирать. Хотя, на самом деле, лучше завод заделать по медяхе. В принципе, этим, наверное, сейчас и займёмся. Так, Майнин Машин. Блин, офигенная игра. Вот, без преувеличения. Офигенная. Я не ожидал, что она будет настолько прикольная. Я подозревал, что это факторио, по большому счёту. Но, чтобы настолько классная она была. Офигеть. И то, что она в раннем доступе уже отлично работает. Отлично выглядит. И, в принципе, звучит. Даже музыка на заднем фоне отличная. Ну, это такое. Неожиданно для меня, если честно. Так, всё. Тут ресурсы идут. Нормально вроде как им. Чё, там энергии не хватает, я не понимаю. Да, тут энергии немного не хватает. Ну, блин, ветряная турбина, она всего лишь одна. Поэтому с этим есть небольшие проблемки. Так, надо теперь ещё наделать вот этого. Хорошо, делаем. Дальше. Теперь нам нужно поставить завод. Где мой завод? Магнетических колец не хватает. Для этого нужна медяха. Так, понял. Фарми медяху дальше. Блин, капец, ресурсы быстро уходят. А, у меня же крафтинг идёт, получается. Да, у меня идёт и крафт, и добыча. И поэтому ресурсы быстро улетают. Прикольно. Но, неприятно. Так, а у меня там и это были... Подожди, 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 подожди. Уголь. Всё, запитываем себя, так сказать. Пошла подпитка. Ом-ням-ням, уголёк кушать. Тут целая, блин, планета у нас есть. Офигеть. Мехакор левел один. Отлично. Офигеть. То есть... То есть мы реально можем на другие планеты полететь. Это у нас одна... У нас, сука, целая звёздная система. Ха-х... Точнее, целый рукав какой-то. Офигеть. Полететь. И мы можем ещё туда полететь. Господи. Разработчики, вы боги. Я меч... Честно, ребят. Вот кто не понимает моего кайфа... А, так... Гидрус Праймус... Это мы ещё находимся на этой планете. А мы можем ещё сюда полететь. А что у нас на этой планете? Можем глянуть её? Не, по идее, не можем. Я просто приближаю, но не можем. Офигеть. А как нам вернуться, кстати? А как мне вернуться? А, эскейп, да? Всё. Блин, честно, вот вы не поверите, но я когда-то мечтал о такой игре, чтобы именно вот так можно было в неё играть. Всё, я могу ходить? Где я там, господи? Робот, вернись ко мне. Чёртова ты меха. Не, вот вы, может быть, верите, не верите, но честно, я мечтал о такой игре, чтобы можно было в неё и так играть. Факторио, конечно, клёво, но... Факторио всё-таки это же игра, которая... Как бы я так правильно сказать? Вы на одной планете всё делаете, а тут их несколько. Чёрт подери, тут несколько планет. И в этом-то кайф. Так, хранилище. Хранилище, на самом деле, довольно большое, там много чего есть, на самом деле. Это классно. Блин, вот очень хочется, чтобы эта игра была как Факторио, чтобы в ней было и мультиплеер, и всё как надо. Это будет тогда просто офигенная игра, игрулина. Или какие-то там, не знаю, угрозы, чтобы здесь были, чтобы можно было тоже те же турели делать. Но, как я понял, игра более мирная, то есть здесь нет ничего такого... Типа... Страшного, или как-то так. То есть вы сидите, просто добавьте ресурсы. Так, окей, исследование завершено. Нам надо теперь исследование... О, мувспиды всякие. Не, подожди, давай-ка мы пойдём немножко по исследованию сюда. Электромагнитная матрица. Нам нужно матрицу делать. Нео, проснись, обосрался. Чёрт подери, нам нужна матрица. Так, для матрицы нам нужны опять эти кольца. Десять штук, да, получается. Почему двадцать создаётся? Я же хочу десять. А, их два сразу создаётся, я понял. И эти нам нужны микросхемы. Давай тоже штучек десять задем. Точнее, двадцать. Ну ладно, двадцать, какая разница. Хорошо, электроэнергия у нас есть. Я бы сейчас на эти, чтобы задел. Сейчас бы ещё задел себе, например, вот турбину. Турбина тут тоже пригодится. Пусть она здесь энергию распределяет. Она и влево, и вправо, получается, идёт. Да, у нас тут целая сеть получается. Отлично. То есть у нас целая сеть электроэнергии. И мы её делаем, офигеть, как много. Да, энергию мы генерируем девятьсот киловатт. Опотребляем там, ну, четыреста от силы. Пятьсот. Хорошо. Замечательно. В принципе, всё нормально. Теперь, так, исследование пошло. Мы сейчас наделаем какие-то матрицы. И, по идее, сможем исследованиями заниматься. Я, правда, не понимаю, что там за исследования будут. Но сейчас посмотрим. Блин, я уже даже не заметил, как двадцать минут игры прошло. Капец, надо эту игру срочно стримить. Чтоб у меня не было ограничения по времени такими видосами. Да, чтоб я сидел и спокойненько играл в неё. Так. Ещё с чатиком общался. Так, исследование. Матрица. Так, Matrix Lab. Она потребляет дохренища ресурсов. А у нас есть заводы? Продакшн. Вот, нам нужны заводы, которые сами будут это всё делать. Assembling Machine. Не, мне нужны именно заводы. Так, это двигатель, это не то. Smelting. Может быть, тут? Во, автоматическая металлургия. Вот, Smelter. Он будет плавить всё. Отлично. Давай сюда. Ты мне нужен. Затем у тебя там дальше откроется силиконовая руда. Энергетический графит. Прикольно. Hyperity Silicon. Силикон, короче, дальше откроется. Environment Modification. О, мы сможем фундаменты строить. Офигеть. Steel Smelting. Сталь тут есть. Хорошо. Можно NQ сделать. Да, то есть в очередь поставить. Хорошо. Так, ну пока что нам это сейчас откроет песочек. Да, стекло. Так, мы открыли Smelter. Он будет автоматически плавить ресурсы. Короче, печки мы открыли. Окей. Так, Smelter. Production. To Spurification and Crystal Smelting. Туда мы закидываем. А что мы туда можем закинуть вообще? Давайте вот поставим её пока что. Я не знаю, что мы туда можем закинуть, но сейчас хочу проверить. Типа, что можно там сделать? Да. Ага. Ага. Хорошо, я тебя понял. То есть это как-то та штука, которая нам нужна была. Он камушек делает, стекло. А стекло с чего он делает? Что это такое? Из железа что ли? А, из камня. Канал Build Matrix Lab. Так, лаборатория матрицы будет производить матрицу. И исследовать для целенной технологии. Я понял. Я сейчас пытаюсь немножко понять, что нам надо сделать. Так, Smelter мы заделали. Давайте пока его снесём. Он не в нужном месте находится. Нам надо будет его в другом месте поставить. Так, хорошо. Smelter. Что нужно? Наверное, ему нужно будет уголь и какие-то ресурсы. Кстати, я совсем забыл сделать здесь завод по добыче руды медной. Нам руда медная нужна. Очень сильно. Вот сюда давай его заделаем. Так, и поставим, наверное, сейчас мы аккуратненько сюда конвейера. А, у нас их не хватает, да? Хорошо, тогда вопрос на поездке дня закрыт. Делаем конвейера. Бам, бам, бам. Дофига конвейеров делаем. Энергии у нас дофигища. Можем тратить её, сколько влезет. У нас тут ещё уголёк есть, который меня, так сказать, подпитывает. Вообще классно. Надо, кстати, пойти угля забрать. Я что-то так подумал, тут как-то слишком много угля скопилось. Так, слышь, иди сюда уголь. Отлично. Блин, офигенно игра. Честно, вот вы не верите, я кайфую от неё. Я даже не замечаю, как полчаса времени прошло. И мне дико хочется всем и каждому её уже советовать и рекомендовать. Офигенно. Так, автосейвинг идёт, матрицы. Так, где тут наши конвейера? Ещё не построил? Долго-долго ты что-то конвейера делаешь. Нам, конечно, надо сейчас делать производство ресурсов. Да, из железа нам нужно делать, из медяхи нам надо делать вот эти вот пластины. Вот эти компоненты, это базовые пластины, да. Потом надо будет делать магнитические кольца, потому что, как я понял, они у нас базовые, ну, такие базовые ресурсы при исследовании. То есть при апгрейдах тоже эти кольца используются. Хотя нет, тут двигатели. Communication Control Energy. Вот, Drive Engine, надо будет кольца делать. Не, по-любому, надо будет налаживать производство всего. Единственная проблема, у нас здесь мало места. Причто вот это всё вырубывать нафиг. Или надо было место другое найти, где побольше земли. Я не знаю. Не, ну, тут, в принципе, все ресурсы под блоком, так что нормально. То, что мы именно здесь начинаем свой путь, это вполне себе норм. Так, всё, наконец-таки у нас это всё есть. Давай поставим сюда конвейер. А сюда поставим как раз-таки то, что нам нужно. Чтоб он закидывал ресурсы сюда. Вот сюда закидывай. А потом уже отсюда поведём какой-то конвейер, чтоб он у нас, собственно, в печку всё закидывал. Ну, железка. Сейчас, давайте-ка я подумаю, как это правильно сделать. Нет, давайте сначала сделаем конвейер, да. Так, я понял, здесь нельзя. Давай просто вот сюда. Блин, класс, можно вот так вот строить, всё, прикольно. Как в симсах. Конвейер давай сюда заделаем, всё, давай строй. Блин, жалко, у меня мало роботов. Мне надо, наверное, исследование какое-то сделать на роботов, чтобы их было больше. Вон, дрон-энжин. Во, это нам нужно. Нам надо вот электромагнитные матрицы поисследовать. Нам нужно побольше дронов. Капец, тут сколько дронов? Плюс три, офигеть. Не, в плане исследований, в плане каких-то технологий и прочего, а тут охренеть, как много чего. О, нам ещё, кстати, это, соилпайлы дают. То есть нам, по идее, дают... Так, матрицу, кстати, нам сразу дали, можно и строить. Соилпайл. Что это такое? Непонятно. Короче, землю какую-то мы берём, типа, да? Когда строим конвейерайте. Так, хорошо. Дальше мы перенаправляем всё отсюда сюда. Причём, неважно что. И железо, и медяха сюда пойдёт. Хотя, на самом деле, в идеале надо бы... А можно мы, подожди, конвейера, можем ли мы их делать как-то? Ага, можем. Но всё равно этот конвейер единичный. Поэтому так не получится всё делать. На самом деле, тут херню я делаю. Надо делать всё нормально. Надо, чтобы отсюда просто конвейер шёл один, и второй конвейер шёл. Ну, так будет лучше. Да я понял, что можно матрицу построить. Да подожди. Не хочу я сейчас её строить. Нам надо сейчас сначала наладить производство других ресурсов, потому что этой матрицей заниматься. Игра, подожди, успокойся. Так, нам надо сейчас сделать следующее. Так, у нас есть заводы-смелтеры. То есть, переплавка. Берём раз-смелтер. Два и три. Хорошо. Так, есть три смелтера. Так, электроэнергия, кстати. У нас не хватает этих башенок Теслы. Давайте им их заделаем. Ага, понял. Вот видите, колечки всё равно нужны. Без колечек никуда. И ни туда, и ни сюда. К сожалению. Так, у нас железо закончилось. Блин, что-то быстро как-то, вам не кажется? Только что ж было дофига железо, уже закончилось. Так, хорошо. А, вам нужна электроэнергия. Ну, логично. Сейчас заделаем. Сейчас давайте. Раз, два башни Теслы. Делайте мне башни Теслы, они мне нужны. Мне нужно электроэнергию переправлять. Так. Вот сюда. Пойдёт. Так. Печки. Вы у нас плавите железо. Все плавите пока что железо. После выбора. После выбора. Вы можете использовать логично, чтобы копировать логично. И логично, чтобы добавить следующий здание, который нужно установить логично. Ммм. Прикольно. Так, подожди. Это мы сделали. Дальше нам нужно закидывать туда ресурсы. Вот так. А, не хватает. Сейчас заделаем. Продюс. Хорошо. И сюда закидываем. Всё. Получается, ему не надо даже электроэнергии. Ой, это электроэнергия. Ему уголёк не нужен. Он на электроэнергии работает. Хорошо. Он его плавит. И у нас здесь получаются железные кусочки. Хорошо. Потом. Мы делаем следующий ход конём. Ставим здесь. Конвейерную ленту. Ну, по сути, как Факторио. Господи, это Факторио, ребята. Я это мне однократно повторял в этом видео. И сейчас ещё много-много-много раз буду говорить. Это, по сути, Факторка. Только в 3D и называется Dyson Fear Program. Вот и всё. Железо дальше. Немножко даже не успевает дальше проехать. Так. Хорошо. Это мы сделали. Дальше. Теперь надо делать сюда, чтобы выезжало. Выезжали металлические слитки. Всё. Теперь сюда выезжают металлические слитки. Их можно дальше куда-то перенаправлять и так далее. То есть вот так работает. Конечно, на самом деле, это надо было вниз делать. Но ничего. Так. Дальше. Вот эта штука я зря здесь заделал. Она здесь не нужна. От слова совсем. Вообще здесь это не надо. Так. Потому что мы, наверное... Ну и вообще, хранилище тоже, если честно, особо тут не нужно. Так. Электроэнергия. Тесла-башня сюда идёт. Хорошо. Так. Затем конвейерная лента. Сюда. И, наверное... Ну вот так вот пусть она идёт. Приблизительно. Так. Дальше. У нас пойдут опять смелтеры. Давай три штучки тоже заделаем. И, в принципе, дальше мы можем, опять же, ставить медяху переплавлять. И у нас будет меди дофига. Ну, в принципе, вот так вот эта игра и работает. Если вы не играли в Факторио, то вот теперь понимаете, что такое Факторио и как она работает, да? Потому что Факторио, по сути, такая же. Только она не в 3D, она в 2D. Очень приятном, пиксельном таком 2D. И тоже на тысячи, то есть сотни часов рассчитана игры. Так. Ну, хорошо. Давайте эту лабораторию матрицы заделаем. Как хотите. Вот. Не знаю. Нам нужны ресурсы будут туда переплавлять. Ну, допустим, сюда давай её заделаем. Чисто, чтобы вы от меня отстали. Пожалуйста, отстаньте от меня. Так. Тут мы можем делать электромагнитную матрицу. Угу. Ну, понятно. Это, короче, исследовательская лаборатория. Классика. Как и Факторио было это, по большому счёту. Так. Environment Modification. Dyson Sphere Program. Транспортировка. Мне интересно, а мы можем ли здесь по разным планетам транспортировать ресурсы? Наверное, можем. Иначе нафиг нам это вообще делать. Так. У нас энергии не хватает, хотите сказать. Потому что здесь всё жёлтенькое становится. А... Вот так. Вот так. И вот так. Хорошо. Дальше мы берём сюда логистику. Вот так. Вот так. Вот так. Переплавля... Переправляем ресурсы. Затем мы отсюда... А, надо взять конвейера. Блин, надо в эту игру как-нибудь залипнуть в обязательном порядке. Берём, делаем конвейер, который будет переплавленный, медяху туда ставить. И дальше мы берём это всё на конвейерную ленту. Ставим. Раз. Два. Доберите ресурсы быстрее, ребят. У меня их много. Могу поделиться. А, тем более мы их ещё под углом небольшим можем ставить. Клёво. И три. Всё. Понеслась моча по трубам, как говорится. Давай-ка ещё тесла башенок заделаем. Что-то у нас проблема с ними небольшая нарисовалась. Так, хорошо. Тут мы берём рецепт под названием медяха. Медяха. И тут тоже медяха. Поехали. Блин, круто. Единственное, что электроэнергии немного не хватает. Нам нужна, наверное, турбина. Давайте штучек пять зайдём в турбину. Вот реально не хватает электроэнергии. У нас сеть перегружена получается. Да, на 50% мы удовлетворяем только запросы нашего завода. Казалось бы, я тут ничего не сделал. Всего лишь 6 смелтеров, 3 добывалочки и всё. Ну, конвейера, наверное, энергию хавают ещё. Да, я правда не уверен, что они прям сильно её хавают. Но, наверное, хавают. Конвейера тоже, по идее, должны работать. Электроэнергии. Это факторио не работает? На пофиг. Не от электроэнергии. Ну, ладно. 40, 35 процентов. Офигеть. Вообще не успеваю. Ну, заводы смелтеры до хера жрут. Ну, сейчас мы заделаем эти турбины. Так. О, у нас уголь закончился. Надо бы немножечко подтопить. Заберём уголёк давай. Сейчас вообще энергии не будет. Так. Всё. Турбина есть. Давайте их строить. Ну, где-нибудь вот здесь, например. Где-нибудь вот здесь сейчас её влепим. А, не могу. А, слишком близко. Не могу близко их строить. Я понял. Раз. Два. Давай ещё две турбины добавим. Они сеть у нас делают. Да, 70 процентов. Хорошо. Так. Не хватает ещё? Давай три турбины. Чё так долго? Строй турбины. Мне нужны турбины. У меня электроэнергия. Нет. У нас начальник. По графику не успеваем. Срочно нужна электроэнергия. Чё за говно? Так. Как там наши запросы? О, на 100 процентов уже. Хорошо. Хорошо. Уже приятненько. На самом деле, нам было смелтеры вот эти вот сюда поставить вниз. И чтобы они вниз тоже такие две линии у нас были. Поэтому эти две линии куда-то выводились. Ну, по сути, как Фрактория это надо делать, да? Ну, ладно. На этом, в принципе, думаю, можно даже видос наш заканчивать. Я, конечно, дико кайфанул от этой игры. Думаю, мы когда-нибудь в обязательном порядке в неё поиграем. В обязательном порядке ещё постримим. Ну, думаю, на стримах мы в неё поиграем. Поэтому, чтобы быть в курсе всех наших стримов, в обязательном порядке обратите внимание на наш Twitch-канал. Ссылка на него в описании есть. Заглядывайте туда. И будьте в курсе всех стримов, которые у нас проходят именно там. Собственно, мне эта игра дико понравилась. Это, по сути, Фрактория, но от китайцев и сделанная, так сказать, с душой и правильно скопированная. Какие плюсы и минусы давайте попробуем выделить у этой игры. Плюс первой этой игры. То, что она выглядит просто офигенно. Мне реально нравится её визуальный стиль. Она отлично выглядит. И это просто офигенная игра. По большому счёту, она сделана очень красиво. И вы сами вот видите, да? Планета и так далее. Дальше. Помимо визуального стиля, что мне в этой игре ещё нравится? Мне нравится офигенная музыка на заднем плане. Она такая по-настоящему космическая. Честно, мне напоминает какие-то игры типа XCOM. Ну, в плане музыки. Да, там офигенный саундтрек был. Напоминает мне саундтрек из Stellaris. Такая чисто космическая такая эпичная музыка. Офигенно сделана. Что ещё в этой игре офигенно сделано? Так это, наверное, её геймплей. И, давайте скажем так, геймплейное разнообразие. Оно здесь очень хорошее. Здесь очень много всего можно поделать. Есть и древо исследований вашего робота, и технологии, которые вы открываете, чтобы добывать ресурсы больше и больше и больше. Ну, то есть технологичное древо. И здесь есть ещё сама, так сказать, система Dyson, да? Сфер-программ, который вы делаете. И она вам нужна, соответственно, для того, чтобы выкачивать энергию из звёзд. Причём, здесь, как вы обратили внимание, да? Здесь есть разные, мать его, планеты, на которых вы можете летать. Разные, мать его, звёздные системы. Офигеть! Это просто офигенно, ребят. Вот честно. Без угрызения какой-то совести. Это просто офигенно в плане разнообразия сделано. Единственное, что я не знаю, есть ли тут мультиплеер. Мы, кстати, можем, давайте, выйти в главную менюшку, Quit Game. Наверное, в раннем доступе её нет. Но я подозреваю, что разработчики потом, когда-нибудь заделают... Нет, нет, кнопочки мультиплеер. Я очень надеюсь, что когда-нибудь разработчики заделают мультиплеер. Потому что в эту игру, как и в Факториум, надо играть в компании с друзьями. Это будет офигенно. Один на одной планете, другой на другой планете. Вы вместе кооперируетесь, чтобы строить эту сферу Dyson. Или даже соревнуетесь, кто быстрее, кто лучше это сделает. Это клёво. В принципе, что ещё можно записать из плюсов-минусов этой игры, таких интересных? Наверное, из плюсов всё. Минусы какие у этой игры есть? Да, честно, даже не знаю. Пока что игра хоть находится и в раннем доступе, она уже выглядит и играется офигенно. Серьёзно. Это отличная игра, которую я теперь очень сильно жду релиза. То есть я очень жду полноценной версии, чтобы в неё полноценную сыграть. Но в раннем доступе, я думаю, мы всё ещё в неё поиграем и постримим обязательно в порядке. Там ещё Rift Breaker должна скоро выйти. Которая, по сути, про то же самое. Про создание автоматических цепочек заводов. Про добычу ресурсов. То, что вы играете на мехе. То, что вы там отбиваетесь и так далее. Таких игр в последнее время как-то много становится. И я не против. Мне такие игры офигеть как нравятся. Так что на этом с плюсами и минусами это всё. Каких-то минусов мне пока что выделить не получается. Уж извините, ребят. А насчёт итогов. Игра офигенная. Всем советую в неё поиграть даже в раннем доступе. Она уже и более чем играбельная. Она отлично понравится тем, кто играл в Факторио. Если вы не играли в Факторио, можете начать своё знакомство с такими играми. Да? По добыче ресурсов. Создание автоматических цепочек заводов и так далее. Именно с этой игры. Dyson Sphere Program. Если вам, например, Факторио не нравилась из-за своей двухмерной, довольно приятной, но тем не менее двухмерной графики. У этой игры трёхмерная. Она вам может понравиться. Так что, да, рекомендую эту игру, естественно, всем к ознакомлению. Покупайте, правда, её только тогда, когда она выйдет с раннего доступа. Потому что в раннем доступе всё ещё может измениться и всё может поменяться в любой момент. На этом всё. Напоминаю, микрофоном был Мистер Чезер. Если тут впервые обязательно подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Дёргайте за колокольчик. Он будет уведомлять вас в выходе новых видео на канале. Лайкайте, комментируйте. И не забывайте переходить по ссылкам в описании в нашу группу во Вконтакте. И на наш Твич-канал, где постоянно проходят прямые трансляции. Там, собственно, мы эту игру, скорее всего, и постримим в ближайшее время. На этом всё. Всем удачи. Всем пока, ребят. Ещё свидимся.